Денис, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Доброй ночи. Доброй ночи или добрый вечер? Ну, главное, что мы с вами видим... Добрый вечер и желаем доброй ночи к Керченскому мосту. Да, и вот про Керченск... Об этом... Или можем начать с этого? Слушайте, давайте вот прямой эфир у нас. И все-таки освещаем события самые важные, которые происходят непосредственно сейчас. Алексей, задай вопрос про Керченскому мост. Про Керченский мост. Меня вот интересует. Вытащили Гавляльтера Аксенова, вы, наверное, видели. Единственный официальный, более-менее официальный какой-то комментарий у нас есть. Он сказал о том, что проводятся ночные учения в Керченском проливе. А как часто вообще под покровом ночи проводятся учения военно-морских флотов? Ну, зачем вы обижаете Аксенова? Он не в одиночестве. А кто там еще? А еще кто-то выступил? Еще раз важная. Ага, мы не видели. Еще раз важная учения, я сказал. А этот что ли, аплодисменты? Так что не хором. В 23.00 начались учения у них, значит. Учения начались после взрыва. То есть сначала взрывы, а потом город подумал, что учения идут. Поэтому двое их, двое их. И все поют хором в одну и ту же дудку. Поэтому не нужно. Возможно, Аксенов остался бы в одиночестве, если бы мы не помянули бы о разрушении. Поэтому это несправедливо. Тут надо вспомнить еще Буданова. Сегодня Буданов пообещал, так сказать, мероприятие по Крыму. То есть он в Верпине по этому поводу отвечал на вопрос. Очевидно, шеф, главный управленный развед, Министерство обороны Украины, словно ветер не бросает. И вот что-то в Крыму происходит. Возможно, очередное задымление на Киркесском мосту. Поэтому пока результаты не ясны, все это история. Я думаю, стоит нам подождать, дождаться конкретики. Возможно, на утро мы узнаем более конкретные новости, которые будут сопровождаться хорошими, веселыми картинками с так называемым Крымского моста. А украинская разведка поделилась еще одним любопытным фактом. Вот помните, если раньше нам было известно о том, что Керченский мост пытались оградить бонными укреплениями, но практика показала, что против морских дронов они не помогают, теперь россияне затапливают паромы в Керченском проливе, чтобы защитить Керченский мост. Возможно, наверное, это тоже происходит в рамках военных учений. Защитят ли подобные методы, как вы считаете? Насколько это эффективно? Или это все-таки уже жесты безысходности какой-то? Знаете, нужно понимать, сколько они затопят, где они затопят, насколько длинные паромы. Да и сколько паромов надо, сколько десятки километров от этого? Плюс надо понимать, что же еще там судохоста бы не перекрыть. Они же там судохоста какой-то пытаются сохранить. Поэтому тут нужно посмотреть и последить за тем, как они их будут затапливать. Где они будут их затапливать, какие паромы? То есть сейчас очень сложно, наверное, просто смотреть. Есть. Ну, потери оккупанты несут не только в районе Керченского моста. Об этом мы будем говорить еще сегодня в наших эфирах. Относительно того, с чего мы начинали нашу беседу, давайте еще раз напомним. Уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Еще два самолета незначительно повреждены. Вот насчет этих бомбардировщиков, потеря двух единиц, насколько она значима для Российской Федерации? Возможно, тут вопрос с тенденцией? Бомбардировщики Ту-22М3 принесли многогорина. Давайте с этого начнем. Конечно. Они являются носителем ракет Х-22, противокорабельной ракеты, которая, тем не менее, запускается по наземным целям. И, скажем так, жертвами этих ракет стали жители города Днепр. Помним, да, то есть удар по живому дому. И трагедия в Кременчуге, то есть все это Х-22. Что же касается бомбардировщика Ту-22М3, то нужно понимать, что Российская Федерация потеряла компетенцию после этих самолетов. И Ту-160, и Ту-95, и Ту-22. Это все, что называется, неприкосновенный запас. То есть те самолеты, которые уничтожены, они уничтожены. Новых не будет. Поэтому любая подобная потеря, она, во-первых, дает нам шанс спокойнее заснуть, потому что, собственно говоря, меньше саморода, которые могли бы запускать ракеты подобного класса. И, Б, уменьшается потенциал Российской Федерации в дальней авиации. Я бы еще очень хотел бы увидеть в ближайшее время взрывы на аэродроме Савастейка, откуда взлетает истребитель МИК-31К, на сетере ракет Кинжал. Тоже хотелось бы посмотреть на реакцию россиян по этому поводу. Тем более, что сегодня мы имели удовольствие наблюдать, что собой представляет населённый пункт Савастейка. Буявые избы полуразрушенные, но, тем не менее, рядом аэродром с такого рода самолётами. Вот как бы Россия, живое воплощение России. Разруха и попытка грозить кому-то полотами. Ну, население же не задумывается о том, что каждый взлёт этого МИГа, которыми они очень часто просто пугают украинское население, стоит, ну, там, несколько километров дороги, например, в этой Савастейке. Но она им не нужна. А примечательно, что Сольцы, если я не ошибаюсь, этот аэропорт находится в 700 километрах от Украины? Ну, 650, думаю. Дальность вас не удивляет такого поражения? И Савастейка-то поближе будет или нет? Меня она не удивляет. Куда передислоцировал? Я не готов назвать расстояние до Савастейки, хотя она тоже не так и далеко, на самом деле. То есть, это не тысячи километров. Но я не готов. Я сейчас не буду угадать. Я прошу прощения. Что же касается аэродрома Сольцы, то сегодня было очень интересное предположение британской разведки о том, что на самом деле квадрокоптеры запускаются от кудрости и той же Российской Федерации. И тут я хочу вернуть вас к комментарию ГУР, тоже нашего. Он был непрямым, он был сделан одному из украинских СМИ, в которых они говорят о том, что благодаря действиям сотрудников ГУР было повреждено пять самолетов. То есть, это вчерашний был комментарий, называлось цифром на различных аэродромах. То есть, якобы меня не удивляет, на самом деле, дальность от Сольцев до Украины. Почему? Потому что, если предположить, что это были какие-то агенты, работающие на территории Российской Федерации, то они могли вполне запустить и квадрокоптеры с небольшим радиусом действия действительности территории Российской Федерации, как это пишет британская разведка. Денис, скажите, пожалуйста, учитывая вот все выше обговоренное нами сегодня, вот по вашему мнению, насколько показательны слова советника Байдена Джека Салливана? Он отреагировал на утверждение о том, что из некоторых, в том числе и пропагандистских пабликов, о том, что война в Украине якобы зашла в тупик. Салливан отметил, что война динамична, Украина продолжает возвращать свои территории. И мы видим, что Украина делает это на систематической основе. Прямая цитата. Можно ли говорить о том, что вот на самом деле всем этим рассуждением о том, что мы медленно контрнаступаем, настанет скоро конец? Ну, медленно относительно чего? Относительно близких Гудериана под Москву в 1941 году? Или же относительно наших успехов в Харьковской области год назад? Если относительно наших успехов в Харьковской области год назад, то действительно медленно. Относительно медленно. Почему? Потому что совершенно разные условия. На тот момент мы помним ситуацию в Харьковской области, где чем-то российские войска оказались не готовы к нашим испытательным действиям, были разбиты в короткий промежуток времени, были освобождены в обширной территории парковской области. Или сейчас, где нашим ребятам пришлось преодолевать массированную оборону, усиленную минными полями, подготовленную в течение нескольких месяцев. Девяти месяцев они готовили, россияне от обороны, ожидая, что мы там будем наступать. Поэтому я не считаю, что это имеет право, чтобы мы наступаем медленно. Если не полагают, что можно успеть быстрее, ну пусть, пожалуйста, придут в Запорожскую область, дадут рекомендации, возглавят войска, может у них получится лучше. Поэтому здесь все эти разговоры нужно отместить. Сейчас, если мы говорим в Запорожской области, прорвана первая линия обороны, линия обеспечения, которая была насыщена минными полями. Сейчас мы на некоторых участках фронта подошли к основной линии обороны. И будем сейчас заниматься ее прорывом. Дальше, как говорят бойцы, которые воюют на этих участках, есть основания думать, что минных полей нету таких плотных, и что удастся преодолевать эту территорию быстрее. Поэтому будем смотреть, следить. Я не считаю, что наступление захлебнулось. Я полагаю, что такие либо итоги стоило бы подводить ближе к ноябрю, когда погодные условия не позволяют дальше наступать. И вот где-то в середине осени, поздней осени будем говорить, на каких рубежах мы остановились. Вот не раньше. Скажите, пожалуйста, Денис, хотелось бы с вами поговорить еще об одной теме. Понятное дело, что результат мы узнаем спустя лишь некоторое время. Но тем не менее, насколько я знаю, вы придерживаетесь мнения, что организационно все готово в Российской Федерации в плане новой волны мобилизации. Возможно, формулировки могут быть разные относительно того, как в Российской Федерации это назовут. Вопрос в чем? Как вы думаете, эта мобилизация, она также будет продолжаться втихую? Ну, грубо говоря, никакого там заявления Путина о том, что мы начинаем священную войну, как это говорилось раньше, не будет. Все будет продолжаться идти так, как идет сейчас у них? Ну, я не исключаю, что оно может быть такое заявление. Понятное дело, что мы не можем это предугадать, что Глубин знает только сам Путин. А может, мы сам этого еще не знаем. Но если мы говорим о масштабной мобилизации, то есть не скрытой, как сейчас идет, как сейчас это происходит под видом контрактной армии и так далее, а именно о масштабной мобилизации. Коль скоро Путин заявил год назад, в ноябре прошлого года, о том, что она прекращена, я прошу на это обратить внимание, то сейчас, по идее, он должен сделать какое-то обращение, которое бы обосновало новый виток такой мобилизации и новую необходимость мобилизовать сотни тысяч человек, которые, безусловно, необходимы для того, чтобы восполнить потери. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, он объявит новую мобилизацию, если до этого дойдет очередь. Денис, ну и не можем не спросить, чего ждать от Российской Федерации, как вы считаете, в преддверии и во время большого праздника для украинцев, да, мы на пороге 32-летия независимости Украины, зная зацикленность тирана Кремлевского на датах, как вы считаете, к какой тактике они могут прибегнуть в этот раз? Знаете, я отвечу на ваш вопрос, подойдем немножко с другой стороны. Наверное, не очень хорошо тягать в наше информационное поле российские источники, не очень красиво, но ты позволи себе это сделать. В российских источниках сейчас муссируется информация о том, что 24 августа, который для россиян является обычным, для нас это праздник, для них это обычный рабочий день. В Москве сотрудникам бюджетных организаций, чиновникам предложено не приходить на работу, а работать онлайн, то есть на удалении. У них есть опасения, что мы можем что-то придумать и можем что-то, совершить какой-то налет на Москву. То есть почему-то мы ждем от них подвоха, а ситуация за последний год изменилась таким образом, что они от нас ждут подвоха и всерьез его опасаются. Поэтому тут как бы наступил паритет. Что же касается того, чего нам ждать, ну, возможно, и будет какой-нибудь обстрел ракет. Возможно, достаточно массированный, хотя он не будет настолько массирован, чтобы запустить по территории Украины 100 ракет, как это, скажем, было осенью прошлого года. Такого запаса Российской Федерации сейчас не имеет. Но обстрела, большое количество воздушных тревог, большого количества взлетов самолета МиГ-31К можно ожидать. Может быть, даже пуска каких-то ракет, в том числе и кинжал. Возможно, они захотят, предпримут попытку уничтожить монумент Родина-Мать, где сейчас вместо советского герба установлен украинский трезубец. Все это можно ожидать. Но я, на самом деле, призвал бы не жить, действительно, этого. Ну, вряд ли они что-то придумают такое, чего мы раньше не видели и чего мы раньше не переживали. Ну да, соблюдать меры безопасности, да, это самое главное, все, что мы можем сделать. А российским чиновникам, возможно, их уже просто приучают к празднику Дня Украинской Независимости. Надеюсь, так они и гимн когда-нибудь выучат и будут еще и праздновать День нашей Независимости. Спасибо вам огромное. Денис Попович, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру.